Привет, друзья! Вы на канале Монета Мания, канал о том, как можно заработать на монетах. И сегодня в выпуске я показываю вам 5 копеек 2003 года. Да, эти 5 копеек стоят больше 3000 гривен. Если интересно почему, продолжайте смотреть. Друзья, в описании и в первом закрепленном комментарии будет ссылочка на Facebook группу. Именно в эту группу вы можете добавлять свои фотографии, спрашивать, показывать монеты, выставлять монету на продажу или, возможно, даже купить монету. Обязательно переходите, участвуйте в конкурсах. Я разыгрываю там разные ценные монеты. Присоединяйтесь к нашему комьюнити, к нашему сообществу о монетах Украины. Итак, 5 копеек 2003 года. Действительно, если вы сейчас посмотрите свои копилки или запасы этих монет, вы сможете наверняка найти такую монету. Но не все 5 копеек 2003 года стоят столько денег. Почему? Во-первых, это есть разновидность, всего 2 разновидности в монете 5 копеек. Первая разновидность та, которая у всех есть и наверняка у вас есть. И она не стоит ничего. Ну, бывали случаи, что эти монеты продавались большими лотами и примерно 20-30 копеек за монетку можно было выручить, но при этом лот должен быть порядка 400 монет. Я, честно сказать, не знаю, зачем покупают конкретно такой лот с монетами. Возможно, кто-то хочет себе в коллекцию такую подборку или, возможно, с какими-то другими целями, но такое бывает. Но в целом, если у вас несколько монет, пожалуйста, не предлагайте обычную монету 5 копеек, она неинтересна. А вот эта монета 2003 года, здесь уменьшенный штамп. Это что значит? Была монетка 50 копеек 2003 года, которая готовилась к наборам, но набор так и не вышел. Но монета 50 копеек 2003 года существует. Я в будущем сниму о ней обзор и расскажу, сколько она стоит. Но она довольно дорогая. Здесь мы видим, что на монете 5 копеек на заготовке были чеканины штампелями от 50 копеек. Вот эти вот замечательные монеты, которые вы сейчас увидите перед своими глазами. И что могу сказать? Что тираж этих монет довольно маленький. Они попадаются и в обороте, и как-то вот в таком потрясающем состоянии можно находить. Наверняка как-то их выносили или с завода, или как-то по-другому доставали. Размер венка, вот на реверсе вы видите 5 копеек, отличается от тех 5 копеек, которые у нас. Потому что он гораздо меньше. Потому что диаметр заготовки под 5 копеек больше, а получается у 50 копейек он меньше. Поэтому вот обратите внимание на как удален венок от канта. Это значит, что это уже другой штемпи. Если мы перевернем на другую сторону на аверс, также можно с помощью линейки замерить расстояние, которое у нас есть от канта, и оно будет значительно меньше. Визуально тоже можно заметить. Но вот как я определяю такие монеты? Это, конечно, по реверсу. Там, где 5 копеек у нас написано, и мы видим, что реально отдалено расстояние. Такая монетка, если ее выставить на электронной торги, например, на Виолите, она может набрать больше 3000 гривен. Это точно, потому что они очень нечасто встречаются. А тем более монету 5 копеек у нас вывели из обращения, вы не можете получить ее на сдачу. Она осталась либо в каких-то копилках, либо в каких-то мешочках, либо у кого-то просто дома валяются. Но люди даже не подозревают, что она может стоить дорого. И вот в такой разновидности. Друзья, если у вас есть такие монеты, выставляйте их на электронные торги, на Виолите, присылайте мне в фейсбук-группу, сочка будет в описании обязательно, потому что вы на этом сможете реально заработать. Приятно получить 2-3 тысячи гривен за вот такую подобную монетку. Пересмотрите свои 5 копеек. Я желаю всем удачи. Спасибо, что смотрите мой канал. Поделитесь с друзьями этим видео, если оно было вам полезно. И всем пока, друзья!